Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня 7 октября. Как всегда по четвергам. С вами Наталья Юкозина. Здравствуйте. Федеральные программы под названием «Комплексная система обращений твердых коммунальных отходов» год от года набирают обороты. Исправляются недостатки, строятся сортировочные комплексы, приводятся в порядок площадки с мусорными контейнерами. Для начала вспомним, что с легкой руки журналистов реформу ТКО назвали мусорной реформой. Так, для простоты понимания говорили и мы. А в региональном правительстве нас одергивали, мол, все-таки справедливо эту реформу называть реформой чистоты. Потому что минимальное негативное воздействие на окружающую среду – вот ее конечная цель. С начала реформы чистоты прошло три года. И вот уже ульяновский опыт копируется на всю страну. Ульяновская модель реформы чистоты в качестве образца для подражания предлагается другим российским регионам. Так что же полезно знать другим регионам? Начнем все по порядку. На территории Ульяновской области работают пять региональных операторов, которые работают с твердыми коммунальными отходами. Один из них и является образцово-показательным. Это региональный оператор номер один – Горкомхоз. Горкомхоз первым в регионе начал применять современную европейскую систему «Оздоровление окружающей среды» под названием «Зеро-Вест». Слово «зеро» всем понятно – это ноль. То есть ноль отходов, ноль вреда для природы. Представьте такую картину. Ежедневно на мусоросортировочный комплекс выстраивается вереница огромных мусоровозов. Один только Горкомхоз обслуживает 9,5 тысяч мусорных контейнеров Ленинского и Засвияжского районов Ульяновска. На входе – грузовики с мусором, а на выходе – ноль. Нет отходов. Они все перерабатываются. Вместо отходов здесь получают технический грунт, который оказывается безвредным для окружающей среды. «Как такое может быть?» – спросила я Дмитрия Фатьянова, исполняющего обязанности директора Горкомхоза. «Признавайтесь», – пытала его я. «Что вы делаете с мусором?» Дмитрий Фатьянов рассказал. «Зеро-Вест» – это набор принципов, направленных на сведение к минимальному количеству мусора посредством многоразового использования предметов и вещей. То есть целью «Зеро-Вест» является прекращение отправки любого мусора на свалки, полигоны, мусоросжигательные комплексы. В связи с этим нами было принято решение минимизировать захоронение вплоть до нулевых показателей. Одним из основных мероприятий явилась как раз разработка с получением технического грунта. Проект позволяет стерилизировать ТКО в готовый продукт. 35% образующихся ТКО в Ульяновской области приходится на долю оригинального оператора номер один, Горкомхоз, который уже сегодня обеспечит обработку и утилизацию 100% поступающих отходов. Компостирование отходов с проведением ряда технических мероприятий, в том числе ворошение и внесение биологических добавок для ускорения процесса компостирования. Процессы разложения отходов, снижения класса опасности для человека и окружающей среды происходит практически безвредно. Срок приблизительно 2,5 месяца. Тогда как при классическом захоронении эти процессы длятся до 30 лет с образованием вредных фильтратов и свалочных газов. Ну и кроме того, производство технического грунта позволяет проводить рекульсивацию нарушенных земель, не привлекая на эти мероприятия серьезные бюджетные вложения. В данном случае оно используется именно для рекульсивации карьеров. Получаемый из так называемых хвостов, которые попадают с мусоросортировочного комплекса, и путем добавления биологических добавок и песка как раз получается технический грунт. А что такое хвосты? Хвосты – это то, что не было отсортировано на мусоросортировочном комплексе и подлежит захоронению и утилизации. Задача оригинального оператора – ежегодно увеличивать процент отбора. Основной объем отходов, направляемых на компостирование – это отсев отсортировки, то есть органические пищевые отходы, растительные отходы, крупногабаритные древесные материалы, подлежащие переработке путем компостирования. Например, подоны для транспортировки товаров. Вот он секрет ульяновского опыта комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами, о чем нам рассказал Дмитрий Фатьянов, исполняющий обязанности директора горкомхоза. Этот тщательный отбор мусора, компостирование отходов, ворошение, внесение биодобавок, в результате чего технический грунт готов к применению уже через два месяца вместо 30 лет, как если бы он, как раньше, находился на полигоне ТКО. Горкомхоз и средств собственной прибыли закупают биодобавки, надо полагать, в больших объемах. Это выгодно, заверил меня Дмитрий Фатьянов. Выгодно, если с умом подойти. И региональный бюджет сэкономит средства на рекультивацию отработанных карьеров. И для населения произойдет снижение тарифов за вывоз ТКО, так как уменьшатся негативные воздействия на окружающую среду. И производители товаров, которые в качестве тары используют пластиковую посуду, тоже можно обязать выделять средства на утилизацию их вредной для экологии упаковки. Пока лишь один региональный оператор работает так, как этого требует национальный проект «Экология». На очереди остальные четыре региональных оператора. От темы ЖКХ перейдем к чувствам, к высоким чувствам. Например, поговорим о любви. Доктор филологических наук профессор Ульяновского госуниверситета Татьяна Васильчикова считает, что если мы внимательно будем читать русскую классическую литературу, то мы поймем, что такое любовь, как отличить ее от страсти и соблазнов. Вместе с ней мы уже словно заново читали Пушкина и Толстого. Последний раз читали рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Сегодня снова вернемся к Ивану Бунину. Что мы должны понять о любви, читая его произведения? Мне хотелось бы еще коснуться вопроса, о котором так много говорил Бунин, и так талантливо, так тонко, что свойственен вообще, поскольку это тема любви. И до конца она никогда не может быть не освещена, не решена, и у каждого она решается по-своему. У Бунина она решалась и в яркой краске, и очень трагически. Его первый брак – это была яркая краска, это было сильное бурное чувство. А вот второй брак – это был брак четкий, холодноватый, правильный, но особого счастья в нем не было. И, наконец, последнее его увлечение, увлечение молодой женщиной – это была трагедия. Вот все эти переливы чувств, этот сам по себе очень ранимый человек, отражает в своем творчестве. Итоги всего пережитого каждый человек всегда подводит в конце жизни. Так произошло и с Буниным. Именно в своем последнем сборнике, а он называется «Темные аллеи», он и скажет о том, что такое любовь, как он это понял на протяжении всей своей жизни. Еще раз повторю, что до конца ответа нет и не может быть. Это не математическая выкладка, это законы души человеческой, она до конца непознаваема. Вот посмотрите название сборника. Это строчка, которая взята из стихотворения Огарева. Она задает тон всему сборнику. «Кругом шиповник, алый цвел, стояли темных лип аллеи». Посмотрите, какой контраст. «Алый шиповник» и «Темные мрачные аллеи», «Радость жизни» и «Темнота смерти». Вот это сочетается и в понятии любовь. Коснемся только одного из этих великолепных рассказов, и это рассказ «Темные аллеи», давший название сборнику. Люди в этом рассказе, а их двое, уже прожили свою жизнь. Они не молодые. И вот как-то офицер в отставке, очень немолодой, Николай Александрович, вынужден по дороге, а едет он по делам, заехать на постоялый двор, чтобы поменять лошадей и отдохнуть. Он входит и сразу обращает внимание на то, чтобы в избе тепло, очень чисто, уютно. Он садится, отдыхает и ждет, чтобы к нему вышла хозяйка. Вот она выходит. Вот это миг озарения. Он не сразу ее узнает. Ну, прошло 30 с лишним лет. Это Надежда. Она когда-то служила в их доме. И это была его первая любовница. Тут ситуация такая же, как у Толстого в воскресенье, где он рассказывает о таком чувстве, рассказывает о соблазнении юной девушки, о том, как это погубило ее жизнь. У Бунина нет такого трагизма, и здесь меньше места для того, чтобы сказать о такой трагедии. Это небольшой рассказ. И вот первое впечатление и первая реакция всегда самая правильная. Этот мужчина, получивший воспитание в свете, относящийся к Лите, превосходным образом устроенный в жизни женатый, он смущен. И вдруг он ощущает боль в сердце. Надежда, это ты? Да, говорит она, да, Николай Александрович. Узнали. В ней все еще следы красоты, но и следы возраста. Это пожилая, уже полнеющая женщина. Надо о чем-то говорить. Он говорит, как чисто, как хорошо у тебя. А она отвечает ему, не ставя задачи задеть, но задевая. Так ведь в каком семействе я выросла? Она воспитанница была в доме, привыкла к чистоте, к культуре. Приносит обед, тоже все вкусно, все превосходно. А они продолжают с ней разговор. Ну, как сложилась твоя жизнь? О чем здесь можно спросить? То, что у него хорошо сложилась жизнь, это однозначно. Вот у него жизнь сложилась по схеме, которую я сейчас вам показала в жизни самого Бунина. Благополучный брак с большими элементами расчета, состояние к состоянию, великолепной репутации с той и с другой стороны. Потому что мужчину только украшают лишние, а не не лишние, увлечения любовные. Он приобретает опыт. А вот женщина должна иметь безупречную репутацию. Таков его брак, такова его семья. И вот он, глядя на нее, думает, боже, как я был влюблен. И начинает ощущать, что была совершена ошибка. А потом голос здравый говорит ему, а можешь ли ты себе представить эту надежду хозяйкой своего московского дома, матерью своих детей? На этот вопрос нет ответа. И это ему не безразлично, потому что первая любовь составила очень большую рану в душе. Он спрашивает ее, ну а как ты? Семья, дети? Нет, отвечает она. Как? При такой красоте, которую ты имела. Нет, Николай Александрович, вы забыли. А я нет. Таким образом, по-разному выстраивается жизнь. И более благородные чувства оказались свойственны человеку обычному, из среднего сословия, а не высокоподставленному аристократу. Да, сложилась ее жизнь так, что замуж она больше не выходила. Она прекрасным образом, всю жизнь трудясь, сама устроила свою материальную сторону жизни. А любить, говорит она, я больше не смогла. Наверное, помните, как я вас любила. Вот и весь рассказ. И вот когда он едет обратно, ну Бунин всегда ставит в зависимость красоту природы и состояние человеческой души. То глядывая в окно, мросящий этот дождь, раскисшую дорогу, он невольно начинает думать, ну правильно ли я прожил? А так ли? Да, конечно, рассудок говорит, что так. А сердце болит и говорит, что нет, не совсем так. Что самое лучшее и самое прекрасное в своей жизни шиповник алый, который цвел среди темных аллей, он уничтожил собственными руками. Таков этот небольшой рассказ, который Бунин никогда не завершает, он свои рассказы, никогда он не ставит жирную точку в конце. Он дает возможность ощутить эту прелесть и трагизм жизни. А прелесть и трагизм существования более всего выражаются, конечно, в любви. Вот поэтому все рассказы сборника «Темные аллеи», за которые он получает одну из самых престижных премий, все эти рассказы овеяны двойственным чувством. Это темные аллеи, это неизбежный мрак смерти, и это светлое прекрасное чувство. Это шиповник алый. Благоухание шиповника никогда не сравнится с благоуханием искусственных выведенных роз. Сегодня вместе с доктором филологических наук, профессором Ульяновского госуниверситета Татьяной Васильчиковой, мы, перечитывая «Темные аллеи» Ивана Бунина, учились любить. У микрофона Наталья Якузина я продолжаю передачу. Марину Шкробову знают десятки педагогов, поклонников народного учителя Юрия Латышева. Марина – его ученица, а ныне сама кандидат педагогических наук. Ее любимая тема – это гуманная педагогика. У Марины есть еще творческий псевдоним – Верналис. Она поэтесса, член Союза писателей России, и здесь число ее поклонников переваливает за многие сотни. Она давно уехала из родного Ульяновска, закончив дипломатическую академию, разъезжает по разным городам и странам. Но в Ульяновск обязательно возвращается. Здесь мама, друзья и почитатели ее поэтического таланта. В Ульяновске Марина Верналис проводит свои поэтические салоны, читает свои стихи и стихи любимых российских поэтов. Она делает это красиво. И читает красиво. И, кстати, всегда подбирает наряды с изысканными шляпками. И смотреть на нее, и слушать – одно удовольствие. Но действительно, театр – поэзия. Начнем с самого главного, с фамилии. Или это фамилии, или это сценический псевдоним. Марина Верналис. Да, это такой красивый сценический псевдоним, который хранит в себе силу четырех женских имен – Вера, Надежда, Любовь и София. И, по сути, это то, что я несу своим зрителям на поэтических салонах. Хотя изначально это происходит от латинского «Донис верналис» – «Горецвет весенний». Это наш подснежник. Так какое время года вы любите? О, это вопрос коварный, потому что у природы нет плохой погоды, и я, как настоящий поэт, вдохновляюсь каждым, каждым временем года. И у меня даже есть вот цикл стихов «Времена года», и каждому времени есть вот особенные стихи. Марина, с вами готовить интервью – просто одно удовольствие – песня. Вы сами подсказываете вопросы журналисту. Нам и думать не нужно. Я про фамилию спросила. Выясняется, что это «Горецвет». Я спрашиваю про время года. Вы говорите, что нет плохой погоды, и что у вас даже сборник есть с таким названием. Поэтому, безусловно, раз мы встречаемся с поэтессой, и хочется в первую очередь говорить о самом главном – о творчестве. Так сколько у вас всего сборников стихов? Про время года мы уже слышали. Что ещё? Этот, который я держу в руках, стань светом сам, по сути, пятый. И у него очень для меня важная история, связанная с Шалвой Александровичем Аманашвили, который благословил меня на создание этого сборника и, собственно, был инициатором издания первого тиража. Автор гуманной педагогики, великий просветитель, мудрец, наш современник, человек, которого я считаю своим учителем, дал второе название этому сборнику – «Поэзия гуманной педагогики». И он весь о любви, ну, потому что гуманная педагогика вся о любви, и этот сборник. И если говорить о творчестве, я не пишу стихов, я просто слышу их. Ритм – танец из слогов, и я танцую стих. Так что все мои стихи – это, наверное, то, что прожито, прочувствовано. Это вся моя педагогика, потому что по первой профессии я педагог и остаюсь им. Хотя по второй профессии – дипломат, и это мне тоже очень близкая стезя. И я считаю, что дипломатия – это просто педагогика, но на международном уровне. А вот по поводу гуманной педагогики, как-то вот это само название противоречит привычному нашему понятию просто педагогика. То есть получается, что просто педагогика – не гуманная. А вот есть ещё гуманная педагогика. Ну, слово мы запутались. Педагогика, ну, как термин такой, философский, может хранить в себе различные подходы. И если брать антипод гуманной педагогики, то она может хранить в себе авторитаризм. Гуманная педагогика подчёркивает как раз иные подходы, человекоцентрические, когда мы ставим во главу угла ребёнка и признаём его личность. Вот он маленький, но он личность. Он рождённый ангел со своей многогранностью души. И гуманная педагогика, может быть, тем и отличается от просто педагогики, что не просто с любовью, но с верой и обращением к душе ребёнка подходит ко всему педагогическому процессу. Просто педагогика не говорит о душе. А гуманная педагогика считает, что воспитание души – это и есть приоритет. Ну, собственно, наши великие учёные об этом говорили, что любое образование без воспитания и бессмысленно, и опасно. Вспомню того же Менделеева, который говорил, что вручать образование невежественному человеку всё равно, что давать в руки меч сумасшедшему. Вот и получается, что акцент гуманной педагогики на душу, на нравственность, на те качества, которые через образовательный процесс и должны взрастить педагог вместе со своими воспитанниками. И я скажу более. Когда идёт этот процесс, он не односторонний. Он обоюдообогащающий, взаимообогащающий. Педагог тоже растёт и учится у детей. Мы ждём того, кто нам приносит свет, живя в одолевающей тревоге. И кажется, порой просвета нет. И нету человека на пороге, способного быть нашим маяком и знающим, куда ведёт дорога, кому мы доверяем целиком. И встреча с таковым — подарок Бога. А, впрочем, ждать не стоит много лет. Соблазн велик, но проще есть решение. У каждого есть свой незримый свет. Стань светом сам и выиграй сражение. Вот это «стань светом сам»… Знаете, как у Шалва Александровича преломляется в мыслях, книгах? Он говорит о том, что Бог каждому в колыбель положил дар. Алмаз души. А вот превратится ли алмаз в бриллиант? Сумеем ли мы огранить этот алмаз до бриллианта? Это труд всей жизни, труд души. И если мы ребёнку ещё в раннем возрасте эту мысль заложим, он с этим пойдёт. Знаете, как Марина Цветаева говорила? В мире неограниченное количество тел и ограниченное количество душ. Вот когда ребёнок считает себя душой, с ним можно говорить о высоком. И можно звать к высокому, да он сам пойдёт. Он сам будет находить эти дороги, потому что с ними рождается. И вопрос для педагога – помочь ребёнку услышать этот зов, помочь раскрыться во всей многогранности, во всём многозвучии, и самому стать другим, самому на этом пути тоже обрести крылья вместе со своими учениками. А вот если мы будем брать педагогику, ведь ваш выбор – это история, правда? Да. Но поскольку вы пишете стихи, вы так потрясающе красиво их декламируете, уже просто как большой артист с большой сценой, получается, что всё-таки литература, русский язык взяли вверх над историей, да? Историю, что получается, изменили? Нет, ни в коем случае, не изменила. Кстати, остаюсь верна и благодарна историко-филологическому факультету нашего педагогического университета. Нет, я осталась в душе философом. На историческом факультете во мне, наверное, больше жил философ. И он остаётся, он помогает, этот философ, мне писать стихи. И без него я бы не стала поэтом. Поэтому нет, тут любовь остаётся, и верность, и преданность моему историческому факультету. Но благодарность профессорам-филологам, которые являли тоже для меня вершину учёных и людей творческих, увлечённых, это тоже остаётся. Я родилась с поэзией. Но педагогика тоже моё крыло. Мне, кстати, удаётся соединять это по жизни. И историю я преподавала стихами. И мне кажется, что поэзия мне помогает многие исторические и философские процессы объяснить самой себе и своим ученикам, теперь уже и взрослым, с кем я работаю, и тем зрителям, которые приходят на салоны. Получается, что педагог, учитель всё равно остаётся во мне. И, может быть, это даже очень и очень большая поддержка. Сегодня поэтесса Марина Вернализ гости нашего вечернего эфира. Начало в 19.20. Не пропустите. И заканчивает наша передача рубрика «Вкусно и полезно», которую мы готовим совместно с региональным центром общественного здоровья. Надежда Рогожина, главный уништатный терапевт, подробно расскажет про соки. Сок – это жидкость, которая содержится от 85% до 100% сока. Но если быть объективным, то то, что продаётся в пакетах, в наших магазинах, это всё-таки не совсем сок, вне зависимости от того, что написано на упаковке. И сок, и нектар, а это самая частая надпись идёт у нас на упаковках, на самом деле просто фруктовый напиток. Сок – это то, что непосредственно выжато из фруктов. А продающийся в пакетах и бутылках – это напиток, приготовленный с фруктовой мякоти и воды. Пакетированный сок отличается от нектара с содержанием натуральных компонентов. Например, как правило, это фруктовое пюре. В соке его должно быть не менее 70%, а в нектаре – не менее 30%. А остальное – это вода, сахар и какие-либо добавки. Все пакетированные или бутилированные соки и нектары обязательно проходят термическую обработку. А как мы знаем, любая термическая обработка, даже если она очень короткая, вызывает окисление и разрушение витаминов. И чем дольше длится такая обработка, тем меньше витаминов в соках остается. И тем не менее, даже в пастеризованных соках витамины и другие полезные вещества все-таки есть. И, конечно, от них отказываться совсем не нужно. Но обязательно нужно сделать акцент на том, какое количество сахара содержится в напитке. Пищевая ценность свежевыжатого сока точно так же снижается со времени. И рекомендуется его выпивать в первые 10-15 минут после приготовления. А уже в дальнейшем из-за контакта с кислородом он окисляется и витамины начинают разрушаться. Какой же сок полезнее? Безусловно, это вопрос такой, можно сказать, риторический. Свежевыжатый сок можно готовить из любых овощей и фруктов. Ну, может быть, за исключением разве что картофеля, как мы знаем, ну или какой-то экзотический фрукт, это типа кокоса. Из них мы все-таки не используем соки. Как правило, хорошим коктейлем станут все-таки комбинации соков. И, может быть, иногда даже не совсем ожиданные. Поскольку, сочетая между собой соки, можно повышать питательную ценность уже готового продукта. Что сказать по поводу, какой именно сок полезнее? Безусловно, на этот вопрос никто не даст ответ. Но мы все-таки должны обратить внимание на то, что растет в нашей местности. Безусловно, сейчас это яблоки, груши. Есть у нас еще и облепиха. И вот, например, облепиха в свежем виде, в пищу, ну, мы практически очень редко ее используем. А на самом деле, вот сок из нее очень полезен. Очень часто спрашивают, нужны ли сливки в морковном соке. Конечно, это все-таки убеждение, что в морковный сок нужно добавлять сливки. Но, если морковный сок пьется строго натощак, то да, действительно, можно добавить сливки, он усвоится лучше. А если же сок употребляется в течение дня, то для усвоения каротина нам уже достаточно того жира, который поступил из еды. Не менее важный, наверное, вопрос, а сколько можно выпить сока? Конечно, нельзя сок пить какими-то ударными дозами, поскольку это приводит к расстройству пищеварения. Свежевыжатые соки содержат большое количество биологически активных веществ, в том числе и оказывающие и желчегонный эффект, и слабительный эффект, и может даже появиться аллергическая реакция на это. Достаточно около 200 мл, любого свежего сока в день. Опять же, есть такой вопрос, который тоже многих интересует. Ну, я вот буду заменять соки, обычные фрукты и овощи. Что тут можно сказать? Конечно, сок – это выжимка, но не выжимка абсолютно всего полезного. Стакан сока не заменит фрукты и овощи по нескольким причинам. Ну, первая причина, поскольку в свежевыжатых соках практически нет клетчатки, необходимой для нормализации пищеварения. Она, как мы знаем, остается в отходах. Вторая причина – в соках, особенно если это сладкие фрукты, очень много сахара, который легко потребить. Ну, это и достаточно проще, поскольку стакан сока выпить, чем, например, съесть полкило сладких там, груш или яблок. Ну, и, может быть, третья причина, такая основная – всё-таки твёрдые овощи и фрукты, а мы берём осеннюю погоду, именно сейчас – это яблоки, морковь, груши, помогают естественному очищению зубов. Они укрепляют дёсна и способствуют слюноотделению. То есть всё это компонентно они участвуют в процессе пищеварения. Очень важный вопрос – полезны ли сокосодержащие напитки. Чем они отличаются от других напитков просто от сока? К сожалению, всё-таки сокосодержащий напиток – это именно сокосодержащий напиток. И польза здесь от них практически минимальна. Всё-таки сок, он более предпочтительнее, нежели чем сокосодержащие напитки. Многие наши хозяйки, особенно те, у кого есть дачи, готовят домашние соки. Определите ценность домашних соков. В каком случае домашний сок будет полезнее, чем магазинный в пакете? Может быть, сахара меньше класть? Безусловно, домашний сок хорош, наверное, тем, что мы с вами не добавляем каких-либо добавок. А по полезности, наверное, он вряд ли будет особо уступать магазинным сокам, поскольку мы тоже используем уже его и термически обрабатываем этот сок. Поэтому готовить дома сок можно, может быть, даже и нужно. Но нужно понимать, что витаминов в нём так же мало, как и в покупном пакетированном соке. И всё-таки ещё раз уточните, вот какие сроки, время считается для соков самым полезным? И какого качества это должны быть соки? Только свежеприготовленные, которые нужно выпить в течение, допустим, 10 минут, да? Да, конечно. Это натуральные свежевыжатые соки. То есть то, что мы делаем сами и употребляем их в течение 10-15 минут, это самые полезные соки. Но здесь не нужно превышать объём, количество сока. То есть не пить ударными дозами. А говорят, ещё свежеприготовленные соки желательно пить через трубочку, иначе это неплохо влияет на эмаль зубов. Здесь, наверное, больше зависит от того, какой сок мы сделали свежевыжатым. Больше всё-таки это характерно для апельсиновых соков. Как-то мне приходилось слышать от педиатра, что детям вообще нежелательно покупать соки магазинные. Лучше, мама, свари ребёнку компот, особенно когда дети болеют простудными заболеваниями. Вот многие родители покупают соки в магазинах и в пакетике, даже если там написано для детей. Что вы можете сказать? Конечно, маленькая категория наших слушателей – это дети. Безусловно, это всё-таки преобладание и аллергических реакций, поскольку сок – это то, что мы сделали и сразу употребили. А всё-таки остальные соки, хоть они и восстановленные, пусть это будут нектары, они все до единого содержат добавки. Ну и, безусловно, очень большая концентрация сахара. Поэтому сказать, что правильнее сварить домашний компот или сок – здесь как бы очень сложная ситуация. Невозможно отдать конкретный, однозначный на это ответ, поскольку и домашний компот можно сварить. Таким образом, переварив компот, добавив слишком много сахара, то есть тоже весьма сомнительная польза. Ну и по поводу смешивания соков. Вы приветствуете, допустим, смешивать яблочные и морковные, яблочные и грушевые, или лучше в чистом виде – отдельно яблочные, отдельно грушевые? Безусловно, их можно смешивать, может быть, даже и нужно смешивать. Но, наверное, в первую очередь это связано со вкусами. Мы уже привыкли, что есть яблочно-морковные, яблочно-грушевые. Поэтому я считаю, что всё-таки это дело вкуса, нежели чем, может быть, какой-то полезности. Надежда Рогожина, главный внештатный терапевт, рассказала о соках. Какие соки пить, сколько их пить и как часто. Вот и всё. Эту передачу для вас подготовила Наталья Козина. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова